Ведь на страх фотографиях еще не столь далекого 19 века просто отсутствуют люди. Но что более интересно, дома там выглядят заброшенными и потесанными. Растительности в городах и вовсе нет, словно ее и не было. Ведь возможно, на этих фотографиях и вовсе города, которые подготавливались для дальнейшего заселения. Но кем или кого? Ведь и правда город пустой, и это явно бросает от глаза. И что примечательно, почти все фотографии датируются середины 19 века. И ведь вся странность заключается в том, что в это время очень большой объем уникальных снимков в разных городах, которые схожи лишь в одном. В них просто нет людей. А если бы были люди, то работали бы печи, пекли бы хлеб, а тут пустота. Словно город был покинут, либо иначе. Только подготавливался для заселения, но обо всем в порядке. Хроника великой перезагрузки. Значительная часть людей в свете происходящего дурдома думают и надеются на то, что скоро все закончится. Что скоро все рассосется и станет как прежде. Жизнь вернется в привычное русло. Просто еще необходимо принять несколько порций волшебного зелья, и мир наконец победит все проблемы. А так ли это? Нет. Это в корне не так. Не для того это все затеивалось. Самое интересное, что все происходит и лежит на поверхности. Информацию никто не прячет. Она находится в открытом доступе. Так что в случае чего не говорите, что вас не предупреждали. Я вам поэтапно расскажу, что к чему, кто управляет этими процессами и зачем, какое ждет нас будущее, ну а в последующем будем вместе отслеживать ситуацию. Итак, по текущей обстановке. Начинать необходимо с простого, точнее, с основного замысла. Именно там необходимо искать ответ. 11 февраля 2020 года правительство Канады опубликовало меморандум под названием «Горизонты политики Канады», «Полиси Горизонт Канада», ссылка на мандат и на другие источники в описании к данному видеоролику. Данный документ, несмотря на свою безобидность, несет в себе изменения укладов не только населения Канады, но и всего мира. Мандат провозглашает направление движения мирового правительства по построению глобальных механизмов управления человечеством. А человечеством ли? О нет, привычному Homo sapiens нет места в будущем мире. Сначала модифицируют нас, потом перейдут на наших детей. В этом документе провозглашается биосифровая конвергенция. Необходимо отметить, что генеральным директором «Полиси Горизонт Канада» является некая миловидная Кристель Ван дер Эльст. Данная персона в свое время возглавляла отдел стратегического прогнозирования Всемирного экономического форума, который, в свою очередь, возглавляет создатель плана Великой Перезагрузки, все тот же самый дедушка Клаус Шваб. Надо ли далее доказывать, что приведенный выше мандат касается каждого из нас, живущего на этой планете? Начало мандата провозглашает следующее. В ближайшие годы биосифровые технологии могут быть вплетены в нашу жизнь, как цифровые технологии сегодня. Биологические и цифровые системы объединяются и могут изменить то, как мы работаем, живем и даже развиваемся как вид. Это биоцифровое слияние, больше, чем технологическое изменение, но оно может изменить то, как мы понимаем себя, заставляя нас пересмотреть то, что мы считаем человеческим или естественным. Таким образом, если кто не понимает, биоцифровая конвергенция – это слияние живого, органического, то есть нас с вами с цифрой. Нас не просто оцифровывают. На наших глазах, на нас самих проводят глобальный эксперимент с постепенным уничтожением человека, в привычном понимании, как вида. Ну а лично для себя я определил новый термин – биоцифровой фашизм. Для дальнейшего понимания хочу подчеркнуть, что мандат определяет каждого из нас термином «биологический ресурс». В документе мы не числимся как люди. Давайте посмотрим еще, что нам уготовано. Руководствуясь данным мандатом, политические горизонты Канады намерены начать информированный и содержательный диалог о вероятных перспективах конвергенции биологических ресурсов и политических вопросов, которые могут возникнуть. Здесь мы можем видеть запрограммированность вопросов ограничения свобод граждан, а также последующего сопротивления людей, обусловленного сломом привычных укладов жизни. Что мы, собственно, уже и наблюдаем в наши дни по всему миру, и особенно, как ни странно, в самой Канаде. Сейчас я говорю в первую очередь о так называемом «конвое свободы». В этой первоначальной статье мы определяем и исследуем конвергенцию биологических ресурсов, почему важно исследовать ее сейчас, ее характеристики и некоторые первоначальные последствия для политики. Мы хотим взаимодействовать с широким спектром партнеров и заинтересованных сторон о том, как может выглядеть наше биологическое активное будущее. Как это сближение может повлиять на секторы и отрасли, а также как могут развиваться наши отношения с технологией, природой и даже самой жизнью. Биоцифровая конвергенция предусматривает три основных пути, изображенных на данной схеме. Рассмотрим же по порядку каждый из этих путей. Путь номер один. Полная физическая интеграция биологических и цифровых объектов подразумевает тот факт, когда цифровые технологии могут быть встроены в организмы, а биологические компоненты могут существовать как части цифровых технологий. Слияние биологического и цифрового создает новые гибридные формы жизни и технологии, каждая из которых функционирует в материальном мире, часто с повышенными возможностями, подключаясь к нервной системе и манипулируя нейронами. Технология может быть добавлена в организм, чтобы изменить его функцию и назначение. По мере продолжения конвергенции могут возникнуть новые человеческие тела и новые чувства идентичности. Совместная эволюция биологических и цифровых технологий. Этот тип биоцифровой конвергенции возникает, когда достижения в одной области приводят к значительным достижениям в другой. Совместная эволюция биологических и цифровых наук и технологий обеспечивает прогресс в каждой области, который в противном случае был бы невозможен. Это потенциально может привести к биологическим и цифровым технологиям, которые разрабатываются как интегрированные и дополняющие системы сейчас. Когда так много сложных живых систем, все чаще подвергаются изучению и пониманию с помощью цифровых инструментов и приложений, таких как машинное обучение. Концептуальная конвергенция биологических и цифровых систем включает в себя перспективы по изменению структуры и подходы к биологической и цифровой сферам, способствуя их смешанию. Разрабатывая концептуальную конвергенцию биологических и цифровых систем, авторы этого отчета утверждают, что по мере того, как мы продолжаем лучше понимать и контролировать механизмы, лежащие в основе биологии, мы можем увидеть отход от витализма, идеи о том, что живые и неживые организмы принципиально разные, потому что, как считается, ими управляют разные процессы. Вместо этого идея биологии, как обладающий предсказуемыми и управляемыми в цифровом виде характеристиками, может стать все более распространенной в результате жизни в биологическую эпоху. Любой, изучающий сегодня биологию, вырос в цифровом мире и может сознательно или подсознательно применять эту систему координат к биоинформатике и биологии в целом. Чего же хотят добиться авторы этого проекта в итоге? Все завернуто в мягкую блестящую обертку. За инновационными прорывами скрывается полная ликвидация жизни, а также много чего еще. Сейчас я буду вам переводить на простой язык заявленные термины. Биоцифровая конвергенция меняет людей в теле, уме и поведении. Вы уже начинаете понимать одну из целей закачки волшебного эликсира в наши тела. Эксперимент и настройка системы идет полным ходом. Чудозерие станет тем внутренним проводником, который будет воздействовать на наши нейроны. Ну а до этого умрут сотни тысяч, а может и миллионы людей, пока эликсир будет эффективно приживаться в наших организмах. Он изменяет или создает другие организмы и гибриды. Классное нам всему готово на будущее, не так ли? Это меняет экосистемы, леса, деревья, растения, животных, микроорганизмы, землю в целом. Вспомните, что человек с точки зрения этого мандата? Биологический ресурс. Привычная жизнь каждого из нас будет изменена до неузнаваемости. Эти особи, провозглашающие подобные концепции, взявшие на себя роль богов, и в дальнейшем будут определять наши жизненные уклады. Это означает обнаружение, хранение, обработку и передачу информации.